Всем привет! С вами Ира Кураж и мы продолжаем проходить Вейслан 2, а в частности Родио. В прошлый раз мы узнали, что здесь орудует какая-то банда, которая взяла мэра, ну, законного, но который теперь чуть менее любим, заложники. И, собственно говоря, держит город в страхе. В этот раз мы с вами попробуем что-то изменить. Ну, плюс еще, насколько вы помните, у нас заражен колодец в городе. Ну, и, в общем, тысяча удовольствий. Так, ну, а сейчас перед нами сейф с ловушкой. Все выстраиваются и смотрят, как Роза на нем подорвется. Да? Да. Ну, к счастью, сейф не пострадал, поэтому у Розы есть повышение уровня. В общем-то, ничего такого не произошло. О, холодное оружие. Ну-ка, сравним. Ну, да. Какая-то не очень штука. Так, а мы продолжаем. Нам надо было в прошлый раз найти колодец. Да и плюс вообще понять пульс ху и расстановку сил. Пока что ничего не понятно, если честно. Беатрича. Полегче, старушка. Какого черта, Данте? Это был наш лучший ковер. Я достану новый. Это был вопрос жизни и смерти. Старушка, я имею, едва не... Жизни, жизни. Это у меня жизнь. А этот жалкий опоссум прямо в нашем доме. Послушай, Беатрича, когда ты выходила за меня, ты знала, что я фермер. А фермер должен работать на ферме. Я знала, что ты богатый фермер. У тебя есть люди, чтобы работать. Прошу тебя, Беатрича, я... Я с опоссумами своими возись, тряпка. Посмотрим, они все в тебя. Может быть, с Вергелем станете их родителями? Ну, там чего-то. Блин. Быстро очень читается текст. Беатрича, вернись. Я, извините за неприятную сцену, незнакомцы. Ух ты. Это самка опоссума только что родила. Новорожденные детеныши цепляются за живот матери и пищат. Вот оно, чудо природы. Пожилой человек с ухощавым обветренным лицом в кабойской шляпе и рабочей одежде, запляпанной грязью. Чем могу быть полезен? Меня зовут Данте Гудман. Покинувшая нас даму, моя жена Беатрича. Она... Да, у нее есть право злиться. Но старому фермеру нелегко забыть о своей ферме. Кажется, работа на ферме дело выгодное. Это дело всей моей жизни. И оно мне подходит. Хотя сейчас я не слишком ее люблю. Не надо было заключать ту сделку с придурками в коже. Ты не любишь придурков в коже? Никогда не пойму, как мэру вообще пришло в голову их нанять. Воры и подонки. А этот их Денглер хуже всех. Сделка с ними была самой страшной глупостью в моей жизни. Кто-то должен что-нибудь сделать с ними. А ты сам ничего не сделал. Если вы спрашиваете, не рискал ли жизнью свои или других фермеров, то нет. Мне не хватило смелости. Жертв и так слишком много. Но у меня припрятано кое-что, что упростит вам работу. Давайте так. Заберите у придурков мою жену. И когда она будет в безопасности, я дам вам горячую картошку Хеймана. Что такое горячая картошка Хеймана? Это магниевый подрывной заряд, оставшийся от тех времен, когда мы расширяли кратер. Назван по имени Создателя. Эта хрень взрывает дома, камни, сплошную сталь, что угодно. С ним вы даже можете прорваться в лагерь у башен. Черт, да при желании вы можете даже сейф ящера подорвать. Вытащите Беатрича в безопасное место, и он вам. Ну куда нам ее деть? Вот что, у меня на ферме есть сарай. Скажите Беатрича, что я готов признаться ей, где прячу свои деньги, и приведите туда. Я запру ее там, и отдам вам горячую картошку. Дальше делайте с придурками в коже, что хотите. Моя жена будет в безопасности. Какой-то он очень нелогичный. То есть жена от него хочет чисто денег, а чувак такой, блин, ну давайте ее в безопасность отведем. Мне кажется, блин, ну вот, если у тебя такая жена, да подорвется и хер с ней. Простите, мой французский. Что произошло между Дэнглером и твоей женой? Хотелось бы мне знать. Она проводит с ним сейчас больше времени, чем со мной. Говорит, что договариваться о сделке. Но для кого? Расскажи нам побольше о Дэнглере. Как-то я пожал ему руку. Потом проверял, все ли пальцы у меня на месте. Надо было сделать то же самое, когда я познакомил его с женой. Какую сделку ты заключил с Дэнглером? Они предложили кучу денег, чтобы я выращивал только Агаву, чтобы они могли гнать из нее спиртное. Они всем фермерам это предлагали. Я не хотел, но Беатрич сказала, что мы разбогатеем. Я хотел, чтобы она была счастлива. Ну, теперь-то я об этом жалею. Все выращивают. Придурком сырье для бормотухи. Никто не растит ничего для еды. Люди голодают и болеют. И никто из нас в глаза не видел никаких денег. Дэнглер говорит, что они лежат на наших счетах в банке, но никто не может получить деньги, только пули. И тех чертовски мало. Расскажи нам о банке. Этот мерзавец ящер бросился целовать задницу Дэнглеру, едва тот появился в городе. Я думаю, они заодно и собираются выдуть родину, родию как апоссума. Своя жена эта очень экспрессивная. Ну, она иногда бывает спыльчивой, но я все равно ее люблю. Если увидите, скажите, чтобы она возвращалась домой. А, что ты думаешь о мэре Ван Грасе? Я думал, что он плохой мэр. Но потом появились придурки в коже, и я понял, что... Что такое плохо? Бедняга Сэм. А, значит, ты разводишь апоссумов? Да, мне говорили, что до войны они были намного меньше и считались вредителями. Теперь они наш домашний скот. Мы растим их, чтобы получать молоко и мясо. Вкусные, как ни приготовь. Вы слышали? У тебя можно достать наполнитель для кошачьих лотков. Наполнитель? У вас есть кошки? Чудесные зверюшки, правда? Ловят мышей и крыс. И в придаче такие милые. Да, наполнитель у меня есть, но сейчас его трудно добыть. Так что я попрошу взамен об одолжении. Что за одолжение? Сейчас у меня своих проблем полно. Но вроде эпидемии, это ранит мне душу. Я люблю этот город и не могу просто смотреть, как он гибнет. Если вы поможете доктору харчать и найти лекарства, я поделюсь своими запасами наполнителя. До свидания. До скорой встречи. Окей. В общем-то, нам надо помочь доктору. Как ни крути. А, что это? Никто не пройдет. Суровые охранники. Какая-то фигня. Меня, кстати, смущает, что мы до сих пор в этом милейшем и уютнейшем городке не встретили тостер. Они же здесь наверняка должны быть где-то. Ну да ладно. Так. На самом деле мы половину города уже осмотрели. Причем такая большая довольно-таки карта для города. Обычно все поселения довольно-таки мелкие. А тут прям так ого-го. И там еще надо найти этого сына мэра, как минимум. Угу. А здесь что? Это черт его знает. Ну, в общем-то, мы все равно смотрим все, что можем. Я надеюсь, никто не обидится, что мы тут немножко взламываем замочки. Ну да. Им в целом в барабану. А кто здесь есть? Я так... О, работник. Что-нибудь скажешь? Огромный мужчина с косматой бородой с головы допят одеждой в кожу заклепками и с лихой фуражкой на бритой голове. Этот придурок кожи выглядит, как злодей из второго мультфильма. Его польза говорит то, что из всех придурков зданий он один не пьян в стельку. Питер волосатый грек Цанеттос. Стой, кто идет. Вам запрещено здесь находиться. Приказ Денглера. Уходите немедленно. Извините. Рейнджеры хотят купить несколько бочек текилы для штаба. Разве это не тут? Вы покупатели? Черт, виноват. Пожалуйста, осмотрите, попробуйте текилу. Но ради вашей собственной безопасности не отвлекайте работников и охраны, оставайтесь в главной комнате. В другие помещения вход поспрещен. Спасибо. И как текила? Говорят, это лучшая выпивка в болотах Лос-Анджелеса. Но я не знаю, я не пью. Поэтому Денглер дал мне эту работу. Ему нужен трезвенник, чтобы присмотреть за этими алкашами. Если ты не пьешь спиртное, то что ты пьешь? У нас еще и дистиллированную воду по бутылкам разливают. Я пью ее. Здесь так жарко, что иначе никак. У меня всегда при себе бутылка. Вкуснотища. До свидания. Тогда уходите. О, а это же детеныш мэра, не? По-моему, да. Когда-то это был кабинет. Сейчас здесь импровизированная спальня. Все поверхности завалены грязной одеждой, грязными бутылками и тарелками. Вместо стола кровать. Пахнет текилой, сексом и немытыми телами. Ух ты. Они женаты? Ха-ха-ха. На кровати в обнимку с девушкой из придурков спит толстый молодой человек. Толстый. Сильно похожий на мэра Ван Грасса. Он поднимает на вас налитые кровью глаза. А вы кто такие? Я занят. И чем именно ты занят? Проверяю качество. На что это нахрен похоже? Здесь без меня все нахрен развалится. Только я знаю этот хренов рецепт суперкрепкой текилы. Только я знаю, какова эта херня на вкус. Хрена ли я главной в этом хреновом городе? А, ты все время поминаешь хрен. Да я хренов специалист по хрену. Я трахаюсь как бог. Девушка из придурков. Пфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф у меня был честно тебе нахрен лучше в это верить и что входит в рецепт к какого хрена я буду вам рассказывать я тут нахрен не дебил я до сих пор жив именно потому что никто кроме меня его не знает от хренов рецепт хранится в двух местах у меня в голове и в депозитные ячейки в банке его никто не получит от нахрен бесценная штука насколько надежно это депозитная ячейка ты меня нахрен обмануть вздумал козел не выйдет начали надо попасть банковское хранилище от невозможно потом знать ход от моей ячейки его никогда никому нахрен не узнать мы пустынные рейнджеры мы пришли тебя спасать спасать вообще сказал что меня спасать я здесь нафиг главный ну вон отсюда в отец просил нас тебя спасти старый придурок но вон нахрен никуда я не пойду и пусть он нахрен сгниет свои клетки он не знает что делать с городом хрена ли у меня есть идея я буду управлять как надо разве не дэнглер в городе играл главный пока да но это нахрен изменится я скоро всем нахрен покажу кстати как вам понравится поучаствовать в этой херне хотите получить кусок самого жирного пирога в болотах лос-анджелеса что это за пирог чё за херня вы издеваетесь ни хрена себе самое крупное производство бухла в болотах лос-анджелеса уже продаем всем соседним городам но мы придурочный отец не мог нормально наладить производства сейчас мы делаем достаточно для всех черт мы сможем обеспечить полом все города от анахэма до бейкерсфилда что нам делать а вы как думаете дэнглер дело говорит избавиться от всего что мы выращиваем и превратить от хрена в город в одну большую плантацию текилы отцу надо было давным давно так поступить мы бы уже были самым богатым городом на болотах умники хреново надо убрать обоих моего отца и хербери они нахрен не воспринимают меня всерьез но теперь будут берите моего отца хербери бигана это топора этого хреново грека и получите больше хреново лома чем вы видели за всю свою жизнь плюс хренов процент от всех продаж текилы в будущем что скажете не братан вот херня ладно если передумаете вы знаете кого на хрен убить просто возвращайтесь когда они все сдохнут нам пора да валите отсюда я буду трахаться прекрасно вот болван как же яблоко так далеко у палат яблони ну не сказать чтобы так далеко то есть мэр простофиля а этот какой-то самоуверенный простофиля давайте попробуем открыть вот этот сейфик я надеюсь никого не убьет но никто вроде не согрелся как-то мы прям на взрыва технику плюем о ключ от канализации блокнот криса давайте посмотрим что нам досталось а черт и куда это досталось на что что будешь делать вечно теряюсь вот потрепанный блокнот на обложке надпись кристофер ванграс пустая видимо крису ничего сказать что странно у страниц 2 3 6 и 9 загнуты уголки словно он отмечал какое-то место хотя там тоже нет никаких записей 2 3 6 9 вангу что это какой-нибудь код из этого складывается ну естественно складывается не просто из 2 3 6 и 9 а как-нибудь посложнее да там был ключ от канализации соответственно какие они грубые слабо манеритов они бы их научили манером вот внезапно как бы захотелось увидеть манеритов они вот этих грубых грубых людей что на самом деле редкость окей и давайте искать где же вход в канализацию то есть ключ у нас от нее есть а входа пока нет термо воронка сарай такие домики трущобы ну то есть где-то же он находится нет так и чё наверно с главными надо будет поговорить в какой-то момент они же здесь неспроста в смысле с главными теми кто временно главный то бишь с придурками в коже но это все мои предположения а что на практике окажется о это лучший дом вроде прочный крепкий и в отличном состоянии собственно прямо сейчас его делают еще лучше пусть и у стены стоят леса и банки с краской перед домом небольшой огороженный газон на газоне статуя вход в дом охраняет два придурка в коже придурок кожи говорит секунда мига эти придурки явно гордятся своими обязанностями это дом босса что вы тут забыли говорят вы предлагаете работу ладно проходите но обратитесь к лейтенанту дэнглеру босса биган слишком занят чтобы болтать с вами окей ладно но пока мне не хочется с ними говорить давайте узнаем у местных может быть еще что полезное нам скажут или мы таки увидим где же это чертова канализации где в нее вход как-то все оказывается довольно таки просто кроме того как вообще найти куда нам от ключ совать так о узкие переулки как я люблю такие места даже в реальной жизни вот хлебом не корми куда-нибудь ночью а а внутри все это черт не подумай а все и все все дошло там же вот в этом доме бордель а вот здесь у нас клетки ну ладно но а где у нас канализация ну то есть я так подозреваю что если мы найдем какой-то сральник ты канализацию найдем но чё-то ни с тем ни с другим у нас пока не складывается так окей то есть осталось место вот здесь неизведанное какое-то похоже ли она на канализацию он невозможно а вот она все шикарно тогда в нее сначала мы исходим в общем-то бежать нам какое-то время придется потому что я боюсь что разговор с главареми бандитов запустит какую-то неостановимую секвенцию хотя и канализация может ее запустить но канализации мы хотя бы сможем там выполнить квест доктора после того как мы выпустим выпустим выполним квест доктора мы сможем получить кошачьи туалеты раз мы сможем он обыщу жену этого чувака спасти кстати такой тоже немаловажный момент о какой вопрос он интересный вот она ну и сможем получить еще что-то ладно давайте нырять а у нас ключ же есть вот тоже такой момент надо самого помнить о всех ключах было бы хотя бы какая связка как в старых добрых играх но нет помни о каждом ключе отлично полезли внутрь хотя и окажется и захода в канализацию сказал это слишком радостным тоном по смотрите-ка еще один мешок к кошачьего наполнителя у нас же был кто-то кто прям специально их у себя держит нет он это был не слик билз-билз но он тяжелый нет 8 фут а его давайте братишка слик их все же будет хранить в себя о и канализация тут такой еще эхо на все меню сделано 2 а у нас их два ровно одном полна до 7 а стоп а еще у пизе пи 3 нам еще четыре где-то найти и ящер черт куда все бегут отлично успели кобзилла о о о о о о о о фига себе да кажется эта штука не кисло так любит хомячить людей оп растяжки обезвредить мы не можем поэтому сегодня счастливый день тети розы поскольку у нее повышение уровня у нее есть бесплатное лечение давайте кстати о канализации работает рация это очень прекрасно вот эти розы на халяву подлечилась так что-то кстати канализации нам же а это в колодце нам надо было кого-то убрать а а здесь а здесь мы оказываемся том самом сейф который невскрываемый ну-ка интересненько давайте попробуем снять сигнализацию ну 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 62 процента это неплохо ты трасс что же такое давай 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 отлично и теперь с вероятностью 92 процента мы можем все дело вскрыть а на великий жулик у нас как раз таки никто иной как роза прекрасно x ну и смотрим 2369 оба все банально чувак действительно не очень умный так рецепт выпивки коз а 2369 неверный а вскрыть моего никак не можем другой силы только на все вскрывается улях грубой силой у нас все не очень грубые и не очень сильные ну тогда давайте стырим то что есть вот здесь ух ты снайперский прицел нифига себе вот это нам точно надо колечки минус одно очко действия плюс три инициатива надо подумать я думаю в какой-то момент тимгал просто напишет стоит ли их надевать или нет хотя на тимгала надеюсь а сам не про не плашай так ну и мы можем интересно если мы выйдем прямо отсюда на нас нападут на всякий случай давайте не будем злить судьбу искушать ее я уж был испугался что мы не сможем спуститься обратно это было бы довольно таки печально ну отлично мы обокрали банк кстати давненько в играх такого не делал колодец я наверно слепой или что-то совершенно пропускаю где находится а отлично попробуйте вот воду прежде чем наполнить флягу вода пахнет болезнью смертью но но блин здорово от лебедки тянется веревка на которой на крюке висит ведро бросьте ведро в колодец поверните ручку лебедки вы получите воду вот братан надо было тебе это а нам надо применить противоедие но я уже забыл у кого она и что она а интересно думаю у того же у кого веревка с крюком правильно или нет о крюк можно прикрепить к веревке чтобы достать что-нибудь а здесь хлорогидрат от который трусыпляющий ну ладно давайте попробуем а где веревка вот она и как их и как их и не-не-не-не-не-не-не-не только ты не пей крюк ладно я так понимаю что он сейчас утонет и все похоже этот о на конце крюка вы видите труп его карманы промокли насквозь так что все его записи превратились несчитаемую кашу он оставил и более долговечное сообщение у него на груди глубокими порезами надпись я умер ради будущего похоже это труп синта его искусственная рука проржавела а тело раздутые бледные из его почерневшего жалота вываливаются склизки извивающиеся черви похожие на щупальца медузы уж не пили эту воду правда роз говорит боже правый это что суицид или саботаж of ну и полагаю надо бы сходить к доктору с этой новостью болезнь интересно он потом же не умрет то есть ну просто ему будет какое-то время плохо и все правильно о было бы прикольно кстати всех перезаражать но не всех этих придурков кожи так доктор доктор давайте с вами говорить об этом x вы нашли в колодце синта черт вот это мерзко ладно по крайней мере вы убрали причину осталось убить оставшихся в воде паразитов воде возьмите раствор дезинфектанта добавьте его в колодец чтобы очистить его я за это время подготовлю лекарства нам нужно подлечиться док можешь нас починить подскажите мне грига болит здесь солид а если бы я бы не отказался от штуки медицинского класса но голливуд и святоши с пистолетами из грифт парка давно все загробастали мне приходится обходиться кошачьим наполнителем да и того становится все меньше а так а вот он потом даст наполнитель казино пациента убеган кошачий туалет подлечить ладно до свидания инфекцию кстати он нифига не с нас не снял время только что видел колодец же а вот он ну интересно кстати они действуют то есть синт судя по всему взорвался в аг-центре интересно были ли те гады которые атаковали хайпл тоже синтами я думаю в какой-то момент мы просто ну когда закончим игру в качестве бонусов мы еще посмотрим что в хайпле происходит потому что игрушка достойная и почему бы и нет ну и плюс заодно посмотрим пересоздадим уже команду свою зная что вообще в игре требуется по ну и да то есть потом синты еще дофига где что-то сделали так раз говорит вы здесь хорошо поработали отлично и теперь бежим к доктору о было бы просто смешно если бы эта болезнь действительно убивал и у нас такой болезнь интересно мы сами можем ее обеззаразить полевая медицина хирургия а вот негативные статусные эффекты у нас есть антибиотики а у чувака чего нет антибиотиков но просто если эта болезнь ими снимается о смотрите-ка снимается ну так мне если честно гораздо спокойнее потому как ну его нафиг так вы добавили в колодец дис дезинфектант да потрясающе нам нужно только подождать день-другой пока дезинфектант убьет всех паразитов если вы заболеете от колодец воды у меня уже готовы лекарства только попросите и вот наполнитель для кошачьих туалетов которые я обещал держите до свидания если оставаться друзья так шикарно лик полно нас таскает их 4 еще один нам сейчас даст чувак ау я случайно ли табнулся извиняйте еще один нам сейчас даст этот фермер по-моему и 2 если я не ошибаюсь остались у у у у этого лент какого у главы манеритов только не помню что он хочет и бы тост либо голову тетки скорее всего тост самое обидное а ну ладно приводите беатрича к сараю на ферме я придумаю запрем потом делайте с придурками в коже что угодно окна у кошачьи туалета спасибо рейнджа вы сдержали слова и похоже город идет на поправку вот наполнитель надеюсь вашим кошкам понравится будьте осторожны и все до скорой встречи и днем слик теперь категорически перегружен утяжелитель нафиг отдадим во и днем слик снова не перегружен так ну и идем в домик мэра который теперь домик бандитов что же делать или посему настал шанс уже с ними встретиться насколько встречи это будет приятно конечно вот вопрос здесь можем гранатку все же в руку взять пусть будет мы будем надеяться что ничего прям такого не произойдет май хули убирается сгорбленная старуха вы не придурки у вас не настолько тупые лица зачем вы здесь мы здесь чтобы помочь роде отрадно слышать я очень скучаю по мэру если вы избавитесь от этих мерзавцев и вернете его в целости и сохранности я бы но у меня мало что есть но я могла показать вам кое-что хорошее я могла бы тоже помочь вам что ты имеешь ввиду хорошим скажем так я слышала как придурки обсуждали какой-то грузия который они зарыли рядом с перекрестком на севере города нет он не пригодится да и выкопать я его не смогу слишком опасно но для вас в этом не будет ничего сложного верните мэра и вышибите этих идиотов из моего дома и я назову вам от перекресток вот вам крест чем ты можешь помочь так если вы заглянете в эту дверь то увидите что все парни дэнджи собрались гостиной сгромоздили ноги на столы и швыряются куриными костями в камин и экономка у меня есть ключ от этой двери я могу запереть их там если они не смогут выскочить если старине дэнджи вдруг придется звать на помощь понимаете не думаю что парни долго просидят заперти так что будьте готовы заняться стариной дэнджи когда я запру дверь под этим не сигнал до свидания будьте осторожны вот это вот неплохо это уже как это посильная помощь а кто где что что-то чуваки как-то это им говорит то надо поговорить с лейтенантом блин а лейтенант да ты из дома ушел видимо дороги крестьяне ну и чуваки ну то есть у нас все будет проходить как в фильмах тарантино вроде как пока мы такие тихо мирно ходим но в какой-то момент я думаю мы потеряем самообладание и начнется пальба вот все его фильмы когда смотришь ты ждешь этого момента и такой затаиваешь дыхание и такой блин когда же когда же блин сейчас 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 а чужаки которых я столько слышал чужаки можем мы съесть чужаков дэнджи нет идиот мы не едим чужаков пока прошу дэнджи если скрестить панк рокера или прикона получится именно это на вид вы умнее обычных придурков и более чисто любви чем горожане родии нет пригодится если конечно вы не думаете что мы делаем что-то плохое так до свидания пока быстро поговорили спасибо что зашли до встречи и все а вот мы же с ней пришли поговорить и я только что видела этих парней у данта вот дорогая приятно слышать что же они уже уходят ну да ну да пол какой у нас великолепный вид даже не нравится когда я говорю с чужаками да знаете я занятой человек дан ты хочешь что нет да дан ты хочешь чтобы от речи вернулась домой дан ты просил вас привести домой почему вам не спросите и чего она хочет она взрослая женщина она может решать сама давайте поговорим даже не нравится когда я говорю с чужаками понятно хорошо и как не ее спасти и черт бы с ней на самом деле мне кажется мы сделаем чуваку одолжение если она в какой-то момент это того у тебя есть наполнитель для кошачьих туалетов дополнитель а конечно вы хотите попасть голливуд до того как зимние ветра очистят пояс радиации что же свободное время делайте что угодно но наполнитель у нас нет все что найдете ваша не не знаю где может знает уродливый доктор у данте есть он держит немного для своих тупых кошек спасибо дорогая и теле мы рады вам помочь то что ты делаешь неправильно а идеалист жаль с идеалистами каши не сваришь этот город полон идеалистов и посмотреть до чего это их довело жить в мире гармонии фу они сами напросились ладно если ты избавишься от идеалов возвращайся поговорим так ладно тогда ничто нам не мешает такие ходить к данте попросить у нее еще подсказку что же делать ну то есть какой-то момент их придется начинать вырезать но их здесь слишком много мне это не очень нравится блин она отказывается с нами говорить это проблема давайте попробуем еще раз поговорить с мэром может он нам что-нибудь сообщить потому что такая ситуация немножко патовая или посмотрим журнал и мы забыли вернуться к доктору еще раз кажется или нет ну ему потребовалось какое-то время вот мы к нему снова и приходим нет и по все должны быть живыми правильно или неправильно ага так расскажи нам о дэнблее и 3 дьявол с бегущими глазками это наверняка он договаривался с мэром у обигана нет так ладно ну то есть ладно тут мы просто ждем пару деньков а тем временем да давайте снова проведем встречу с мэром политическую убейте стивена дэнглера и мэра родии это не очень помогите доктору харчатту так отравить пета-топора и вроде все но у нас есть дофига чего снимать меня рейнджеры мне надо заниматься городом понятно приходить когда угодно я никуда не денусь него выдержка восхищает вот бы я переносила беду с таким же спокойствием ладно как отравить это кого-то там и где он нам бы в казино тогда мы можем одному из чуваков подлить вот это вот волшебное лекарство после чего он станет немножко сонным еще одному чуваку можно подсунуть отравленный стейк где бы он ни был так давайте а я все жду обещанный хлорел гидрат это ненормальный с топором сам себя не вырубит а вот он отлично теперь отдайте от старине пету и он придет участвовать в общем веселье сегодня он уже немного выпил так что вам сперва придется его разбудить давайте а где он а вот под топор давайте его будить сюда за за вроде все вот мы его и отравили смотрим что у нас еще 25 килограммов отлично то есть задание в килограммов а вес указан фунтах так вот топор отравлен ну и мы же вроде вручили ему нет альфе отравленная выпивка нифига ну-ка еще разок то а надо ее использовать же вот ведь нет смотрите чувак о о пришел себя нет разбудил топора этот парень похож на бритого йети а еще судя по виду запах он слишком много пьет вы плохие вы испортили мой сон топьету топор убьет вас и шапот мы хотим угостить тебя выпивка вот сок сновидений пэт пошел обратно к зайчикам имя как оружие и более милосердное чем клинок или пуля я одобряю а там мы можем еще полмодному чуваку дать вот этого отравленного опоссума вкуснятина это у нас в домике мэра а мэр все так и висит и прохлаждается просто мне не кажется что вот этого сынулю оставлять главному городе будет хорошей идеей все что у нас в домике мэр как-то управлял у них наверняка есть выборы и как только он перестанет справляться его сместят это раз опять вернулись но на то есть есть такой момент обиган давайте поговорим с ним в его глазах незаметно ослепительного блеска интеллекта он там даже не брежет биган ест что тебе надо мы принесли тебе мясо посума да бигану биган любит мясо посума ну что ж да я знаете ли занятый человек ты делаешь то что нужно этим людям вот ответ настоящего прагматика очень хорошо возможно мы сработаемся давай определимся мне нужны твои мышцы и мозги что нужно вам деньги власть еще что-то власть опасное желание для подчиненных от таких всегда можно ждать удара в спину но вроде еще много возможности развернуться прежде чем вы попробуйте вытеснить меня или убегана ну ладно вы готовы к работе что нам делать ладно итак первое задание посмотрим как вы справитесь с простыми указаниями мы убедили почти всех фермеров перейти на выращивание агавы но некоторые еще упрямятся одна девица по имени джесс пытается выращивать брокколи или еще какую-то дрянь это недопустимо продайте джесс тросков агавы на 40 пуль и любым способом убедить ее выращивать и принесите мне то что она заплатит если не получится не возвращайтесь до свидания ага ну а мы можем заплатить за джесс не можем так а кто джесс ну я так подозревал что это кто-то вот там блин тревога тревога синта атакуют главные ворота перед эти дэнглер что у нас проблемы шикарно давайте посмотрим что там их и вот это уже интереснее ну и как-то для атаки синтов все слишком спокойны тинты лезут через стену о чуваки вот так не справитесь тут судя по всему надо всем миром это делать о эго 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 я так подозреваю что мы их какой-то момент встретим синт с гранатой вот сходу мне вот этот чувак сразу нравится о о мы можем до выстрела из-за свадышки делать а чем можем выстрелить ему в руку и граната не взорвалась о ой 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 а ну ладно так даже неплохо в целом так пилс готова синт с гранатой готов а здесь у нас очередь об блин последний раз зря промазали но ничего ральфи закончить дело готова шикарно ну и давайте посмотрим как работает автомат калашникова а ну кстати очень даже и роза к сама всех синт перебили без чего-либо вмешательства вообще не слабо так вот и все да вот и все судя по всему у нас несколько повышения уровня но мы их прибережем на случай если все-таки финальной битве что-то пойдет не так так я слышал вы работаете на босса добро пожаловать вроде у братан придурок я так подозреваю что если мы опустим мэра то все пойдет наперекосяк да а давайте это проверим в следующем эпизоде а пока закончим здесь как всегда спасибо андре фиолетову за то что продолжает поддерживать наш канал и спасибо всем вам в общем то следующему эпизоду я думаю мы поймем что же тут делать и как ну а может быть мы просто чуваков возьмем и перебьем пока не знаю решим в следующий раз а пока спасибо всем кто смотрел это всем удачи и до встречи в следующем эпизоде пока пока